Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Далее коротко о главных темах выпуска. Суд идет. Бывшего арендатора парка Изумрудно обвиняют в незаконной вырубке более 500 деревьев. Война соседей. Почему барнольская пенсионерка ополчилась на жильцов, имеющих личное авто? Был на волоске. Барнольские врачи дали подростку из Алтайского села возможность вспомнить вкус бабушкиных драников. Итак, шквал аварий в водных коммуникациях города продолжается. Днем мы рассказывали о порыве водопровода на потоке у скверохимиков. В два часа в водоканал поступило сообщение еще об одном порыве, на этот раз на Змеиногорском тракте. Утренняя авария на Эмилия Алексеева лишила холодной воды три многоквартирных дома и детский дом-интернат. Общественный транспорт вынужденно изменил маршрут в объезд места аварии. На момент подготовки этого материала к эфиру работы служб продолжались. Предположительно, они могут продолжаться до позднего вечера. Только тогда в домах снова появится вода. Второй порыв за день произошел на Змеиногорском тракте рядом с пожарной частью. По сообщениям водоканала, причина повреждений пожарного гидранта в колодце. Требуется его замена. В половину пятого выход воды коммунальщикам удалось локализовать. По одной полосе нечетной стороны движение транспорта перекрыто. Последствия устраняются. Без холодной воды 45 частных домов, пожарная часть, заправка и лыжная база. Еще одна авария уже на теплотрассе произошла сегодня ночью в Бийске. Без воды и тепла остались жители 19 многоэтажек, школа, детский сад и административное здание в микрорайоне Зеленый Клин. Жители Бийска в соцсетях даже начали предлагать семьям из Зеленого Клина погреться в своих квартирах. Ремонтная бригада обещала устранить порыв к утру, но сделать это не удалось из-за того, что рабочие меняли большой участок теплотрассы, чтобы не допустить еще один порыв при подаче теплоносителя в сеть. К обеду аварию устранили, начали заполнение теплоносителя. Как грустно шутят в соцсетях, никогда не было и вот снова началось. Сегодня стартовал судебный процесс по вырубкам в Барнаульском парке Октябрьского района, известного также как Изумрудный. Прокуратура обвиняет теперь уже бывшего арендатора в том, что он незаконно вырубил более 500 деревьев, оставив без леса значительную часть парка. Подробности знает Илья Кочетков. Пока без комментариев на камеру процесс только начинается, заявил обвиняемый Владимир Фишер, директор фирмы арендатора парка. Правда, арендатора бывшего Фишер подтвердил, что договор уже расторгнут, а значит, реновацией парка он больше заниматься не будет. Что не уберегло его от судебного преследования. Не позднее 18 октября 2017 года у директора Оли Дерфишер не установлено в месте возник умысел, направленный на совершение незаконной рубки сырорастущих, неотнесенных к лесным насаждениям деревьев различной породы, в том числе клена, яблони, ясеня, тополя, вяза, березы, черемы, хилипы, в особо крупном размере на территории парка, расположенного по адресу Алтайский край, город Барнаул, проспект Комсомольский, 128, в целью расчистки подконтрольной ему территории вышеуказанного парка. По подсчетам обвинения, таким образом Барнаулу был нанесен ущерб более чем на 15 миллионов рублей. А вот активные горожане, обсуждающие вырубки в соцсетях, и вовсе уверены, парк целенаправленно уничтожали, причем, возможно, под застройку. Вот оно, место самой массовой вырубки, которое привлекло внимание сначала общественности, а потом и правоохранителей. Более 500 деревьев буквально пошло под нож. Сторона обвинения считает, что все это сделано незаконно, но бывший теперь арендатор уверяет, на каждое дерево у него есть отдельное разрешение. Убирали, по словам Фишера, только больные и старые деревья, чтобы заменить их молодыми и здоровыми. Но реализовать план полностью ему не позволила сначала судебная тяжба с прежним арендатором, бизнесменом Павлом Тулиным, а затем следственные действия. Теперь точки на «ты» должен поставить суд. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Тогда планирует заслушать показания представителя администрации Барнаула. На первое заседание он, кстати, не явился. Сам судебный процесс, возможно, продлится до начала лета. Отметим, что в случае признания виновным Владимиру Фишеру грозит крупный от 500 тысяч рублей штраф до реального тюремного заключения. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. Угрожают, вредят и требуют деньги. По словам жителей Барнаульской трехэтажки, пожилая супружеская пара установила на придомовой территории шлагбаум и не пускает туда других жильцов. К тому же требует деньги за проезд. С просьбой разобраться в ситуации и устранить самоуправство, местные жители обратились в нашу телекомпанию. Подробности расскажем далее. Залезли под окна, тут люди живут и еще грозят. Я сейчас на вас снежок пучу. Тогда узнаете. И в снежок что-нибудь добавлю. Такие угрозы жители дома по адресу Анатолия, 87, вынуждены выслушивать ежедневно. Около пяти лет назад здесь установили шлагбаум, чтобы на придомовую территорию не заезжали посторонние. Но теперь заехать к себе во двор не могут и сами собственники. На страже настоящая гроза соседей. 80-летняя бабуля. А почему, если я собственник, а вы тоже собственник? Рассказывайте, рассказывайте. Рассказывайте, давайте, я жду. Женщина в машине, Лариса Бутенко. Именно она опубликовала пост в социальных сетях с просьбой помочь справиться с самоуправством. По ее словам, ключи от шлагбаума есть только у этой пожилой женщины и ее супруга, который, к слову, является председателем дома. Только они решают, кого пускать, всякого отправлять кружить по району в поисках места. Дошло уже до абсурда, рассказывает Лариса. 80-летняя женщина стала мстить за непослушание. По окончании дня я постоянно получаю какие-то сюрпризы под машиной, на машине. Первый случай, это был рассыпанный корм, смазанное стекло лобовое пилками. Второй момент, это когда у меня, получается, бутылка была вставлена тоже, да, и один случай, то в 16 января, да, точно это было, когда я проезжаю здесь, они с супругом на меня накинули, что тебе, ты не должна здесь парковаться. На непристойное поведение жалуются и другие жители. Она стояла возле шлагбаума, ударила меня сумкой. Подскочил он и говорит, я тебе сейчас в красную твою морду ударю. Кстати, как удалось выяснить, угрозы принадлежат людям, которые практически всю жизнь положили на алтарь науки. Отправляемся к интеллигентам за ответами. Надежда Васильевна, я зовут Валентина, я господин наших новостей. Мы приехали по просьбе жильцов, которые на лобове... Юристы же поясняют, что земельный участок, на котором стоит дом, принадлежит собственникам всех жильцов. А все запреты должны приниматься на общем собрании. По словам Ларисы, такого собрания она не помнит. Люди могут обратиться либо в суд в отношении своего, то есть, получается, старшего по дому, или кто-то, кто это именно установил на шлагбаум, либо обратиться в проверяющий уровень, например, в прокуратуру. А что касается самого шлагбаума с замком, то это вообще противоречит законодательству, уверяют специалисты. Если на общем собрании жильцов было принято решение установить шлагбаум, то после него должен дежурить вахтер, чтобы в любой момент открыть его, чтобы проехала скорая или пожарная машина. А это, как мы знаем, может стоить жизни. Сейчас жильцы дома хотят наладить отношения с супружеской парой, на конфликт с ними идти не хотят, и даже переизбирать председателя не планируют. Говорят, не желают заморачиваться. Обращаться в суд и другие ведомства планирует только Лариса Бутенко. Но один, как говорится, в поле не воин. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. На Алтае успешно провели редкую операцию на пищеводе. Простым языком врачи устранили его непроходимость. Это уникальное из-за своей сложности и быстротечности заболевание может привести к летальному исходу. С одним из тех, кто был на волоске, встретилась Анастасия Дорога. Мальчик, который выжил. Не Гарри Поттер, но долю волшебства получил в медицинского. Пару лет назад Иван Федоричев начал плохо есть, а в последнее время почти перестал. Не мог. Еда буквально застревала в одном и том же месте. Один раз даже литр бутылки выпил, чтобы протолкнуть. То есть ты прям ощущал какой-то ком, да? Да, оно тут чувствуется прям. Не полностью рефлекторно расслабляется нижняя среда пищевода. То есть это особенности нормации. В связи с чем ребенок не мог адекватно принимать пищу. В науке это называют эхолазией пищевода. Значительное сужение одного из его участков. В случае Ивании врожденное. Пища встает, боль в грудной клетке, рвота. А в худшем случае анорексия и смерть. Благодаря современному оборудованию операцию провели малоинвазивным методом. Через проколы. После такого вмешательства пациент встает на ноги уже через несколько дней. И каждая такая операция – врачебный вызов, так как здесь набить руку невозможно. По словам главного детского хирурга края Юрия Тена, за четыре десятка лет Иван едва ли не десятый его пациент с этой редкой болезнью. Поэтому иногда бывают сложности в диагностике, особенно на местах. Когда поступает такой боль, ну что думают? Ага, может быть, что-то не то съел, может инородное тело. На это уходит какое-то время, но в конце концов все равно ставят такой диагноз. Но время упускается и делает им операцию в более тяжелом состоянии. Возможно, поэтому состояние Ивана из далекого Солонешевского района перед операцией было на третьей степени тяжести из четырех. Но врачи успели вмешаться. Парня выпишут на следующей неделе. А пока он составляет меню мечты. Говорит, первым делом вспомнит вкус драников и бабушкиных блинов с картошкой. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Герои его произведений тоже любили блины. Это я уже о Шукшине. Сегодня в Барнауле дан официальный старт празднованию 90-летия Василия Макаровича. В эти минуты в концертном зале Сибирь на сцене спектакля «Жил человек» по произведениям нашего земляка. Режиссер-постановщик, народный артист России Владимир Васильев. И уже известно, кто точно приедет на Алтай летом в рамках Шукшинских дней. Это Дмитрий Певцов, Надежда Бабкина, Сергей Шаргунов и другие звезды. С какими проблемами при подготовке к празднованию юбилея уже пришлось столкнуться организаторам и какие еще сюрпризы ждут участников праздника, знает Ирина Корчагина. К юбилею Василия Макаровича организаторы обещают устроить грандиозный праздник. Например, впервые за всю историю питчинга на горе Пикет, где обсуждают сценарии молодых режиссеров, победителю конкурса достанется полмиллиона рублей на развитие своего проекта. Сростки, Бийска и Барнаул по-прежнему остаются главной артерией праздника. В афише более 50 событий. Нам очень важно, чтобы перечень мероприятий просто не превратился в механический переход от одного к другому, где мы просто ставим штампик у Василия Макаровича, Василия Макаровича и так далее. А чтобы это как-то у нас год особенно был насыщен этим духом, этой эмоцией. В прошлом году на закрытие шепшинских дней в Сростки приехало более 20 тысяч человек. По словам Елены Безруковой, родина Василия Макаровича с трудом принимает такое количество гостей. А в этом году, поскольку чтения юбилейные, ожидается еще больше туристов. По-прежнему сохраняются проблемы нехватки как точек питания, так и санитарных зон, в том числе на горе Пикет. И этот вопрос требует доработки и решения. Требует ремонта и сценический комплекс на Пикете. Сцене 10 лет. За ее состояние отвечает муниципалитет, но Виктор Томенко уверен, что сельсовету не обойтись без помощи со стороны края. Кстати, эскизный проект новой сцены уже готов. Напомним, что в этом году основные торжества по случаю юбилея Шукшина пройдут с 23 по 27 июля. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Скорее бы уже июль, хоть погреемся немного. А мы продолжим. Дуэль на пистолетах устроили полицейские в самом центре краевой столицы. Перестрелка прошла прямо в стенах Барнаульского юридического института. Правда, здесь не было никакого криминала. Дуэль – один из этапов всероссийского турнира по стрельбе из боевого оружия. Оружие всегда нужно держать в чистоте, словно одна из заповедей для его владельца. Такая процедура обязательно до и после стрельбы. Никаких скидок. В противном случае может подвести в самоответственный момент. У каждого участника свой личный пистолет. Вот этому почти 60 лет. Долгожитель. Возможно, весь секрет кроется в специальной жидкости. Там определенный состав для более хорошей чистки пистолета. То есть здесь вазелиновое масло, скипидар и керосин. Все в определенной соотношении. В принципе, достаточно хорошо чистый пистолет и оставляет его в порядке на долгое время. Внимание! Это самая зрелищная часть состязаний. На профессиональном языке означает ПБ-14. Расшифровывается как пистолет боевой, дуэльная стрельба 10-15 метров. На рубеж приглашаются сразу два. Участника стреляют одновременно по падающим мишеням. Самые меткие проходят следующий этап. И так до момента, пока не останется единственный победитель. На пути к цели многие просто не смогли справиться с нервами. Я занимаюсь в основном легкой атлетикой. И поэтому стрельба это направление, которое я тоже осваиваю. И волнение, допустим, оно разное. То есть на беговой дорожке там волнение более экстремальное такое, взрывное. А тут надо наоборот себе это все волнение погасить. За три дня в Барнули отстрелялось более 150 участников. Все действующие сотрудники полиции. Организаторы подчеркивают, турнир посвящен нашему земляку Михаилу Калашникову. В этом году известному оружейнику исполнилось бы 100 лет. Это помимо прикладного вида спорта у них, это повышение их личного мастерства, владения оружием, с которым они несут службу. Победа здесь это не только медали и дипломы, это еще и возможность выбить звание мастера спорта. Главное же, как точно говорят сами сотрудники, чтобы на службе как можно реже приходилось применять такие навыки. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Отстреливаемся и мы, правда в завершении еще о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Мороз и солнце. И так, собственно, уже почти неделю погода в крае не меняется. В Рубцовске и Белокурихе – минус 29, 26. В Валейске, в Бийске чуть теплее – 23. В Барнауле ясно ночью до 32 мороза, днем 24 ниже нуля. Тут все традиционно холода. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.